Добрый вечер, уважаемые участники моих прямых эфиров. Я очень рад, что вы сейчас все присоединитесь и мы начнем вместе с вами работать. Это традиционный эфир, который называется «Исцелим этот мир вместе», суть которой очень проста. Я тех, кто подал заявку на участие, кто выполнил все условия, беру свой диалог и даю ему консультацию. В этот самый момент все те, кто просматривает этот прямой эфир, также получают свой исцеляющий эффект. Кто-то осознает, что проблемы у него аналогичные, и этой информации бывает достаточно, чтобы запустить процесс исцеления. Кто-то осознает еще более глубинные вещи, которые даже у некоторых людей могут происходить после эфира, во время сновидения, в течение недели, очень много разных вариантов бывает, какой процесс запускается в процессе моих прямых эфиров. Добрый вечер, добрый вечер. Я жду, когда у нас будет все больше и больше, потом выберу первого героя и начнем работать. Здравствуйте. Потом с первым героем поработаем, расскажу, что нас ожидает в ближайшее время, какие новости. Поэтому, если вы выполнили все условия, вы попадаете в мой список. Сегодня опять человек 20 я добавил, поэтому у нас все больше и больше. на данный момент времени, сейчас скажу точную цифру, 1082 человека находятся в моем списке. Какую-то часть этих людей я уже проконсультировал. Все те, кто в последнее время, за последние 3-4 месяца получали мои консультации, я их обозначаю, поэтому больше второй раз я брать людей не буду, потому что очередь очень большая, и хочется дать дорогу новичкам. Многим хочу сказать, конечно же, одной консультации для человека бывает недостаточно. И все, что мы можем сделать в тяжелых случаях, это направить человека, дать ему импульс, объяснить, что нужно делать в его случае, для того, чтобы его жизнь поменялась, его здоровье стало бы лучше. Напоминаю, что этот эфир посвящен психосоматике. Мы здесь работаем с психосоматическими состояниями, мы работаем с внутренними заболеваниями, с симптомами, с эмоциональными расстройствами. И параллельно я отвечаю на все ваши вопросы, которые возникают, если успеваю. Но тем не менее стараюсь это делать. А второй эфир, который также благотворительный проходит, «Сила безусловной любви», может быть, будет в следующий сред, но позже, в 10-10.30 по московскому времени вечера, то есть 22-22.30. Это позже. Может и не получится, но может и получится. Очень много дел. Иногда приходится работать по 15 часов. То есть я прихожу в клинику в 9 утра, в 10, и выхожу оттуда в час, в 2 ночи. Вот такая сейчас у меня реальность. В выходные стараюсь сейчас отдыхать, заниматься творческими делами и семьей. А так работы очень-очень много. Некоторым приходится месяц, а то и больше ждать, даже если очень срочно нужно, чтобы попасть ко мне на прием. А некоторым даже больше. Кто-то уже на декабрь записывается, кто планирует быть в Москве и кому интересно лично пообщаться. Кто-то уже просится в Америке на прием. В конце, вернее, в начале января я планировал улететь в Америку и, соответственно, в США тоже такие вещи возможны. Так, геометацию пропустила пару дней с ребенком, мне удобно было слушать. В целом, все уже хорошо. В левой груди какой-то... Возвращаю в менопаузу. Так, сейчас дочитаю ваш вопрос. Что это? В целом, уже хорошо. Только вот в левой груди какое-то уплотнение появилось, здесь болит. Но уже захожу, что это? Значит, ну, тогда, во-первых, сходите к врачу. Во-вторых, скорее всего, когда человек начинает заниматься практикой медитации, у него открывается чувствительность, он начинает на свое тело обращать внимание. До этого было не до тела. Многие люди даже не чувствуют свое тело. То есть, настолько в голове живут, что ощущений даже никаких нет. И поэтому какие-то открытия вдруг у них возникают, что что-то где-то не так в теле. Есть ли у меня ученики? Люди, которые проходят мои курсы, гипотетически можно их назвать учениками. Есть люди, коллеги, которые работают в моей команде. Врачи, психологи. Это мои коллеги. Я планирую, конечно, сделать более широкую образовательную программу. И в конце ноября стартует этот сезон в Московском институте психоанализа. Потом дальше будет следующий курс по работе с психосоматикой силы рода. Работа с родовой энергией, с памятью рода. Как к ней подходить, что там надо делать, для того, чтобы с этим разбираться. Потом сразу за моим курсом в конце декабря будет курс Александры, посвященный работе с психосоматикой, работой с телом. Тоже наш образовательный маршрут начнется. Ну и будут еще интересные объявления. Я вообще планирую институт открыть психосоматике в Москве. Поэтому образование будет иметь и мы будем считать под лицензией. Но это к концу года будет точно известно. Скорее всего, именно в этом году произойдет и соответственно, все, кто будут проходить потомые курсы образовательные, будут получать документы о государственном образце. Так что вот такие новости. Потом еще раз повторю повнимательнее. Так, давайте еще пару вопросов, потом первого героя будем выбирать. В Штатах я буду в Майами. Почему медитация не действует у меня? Надежда, что именно происходит? Вы не можете отключиться, вас одолевают какие-то мысли, либо вы можете сосредоточиться на процессе, но ничего не чувствуете. Очень много разных аспектов существует, почему медитация, как человеку кажется, может не работать. Есть люди, у которых есть расстройство сна, и они думают, что они вообще не спят. На самом деле они спят, но только очень мало. И даже этих часов хватает, чтобы как-то немножко выспаться. Поэтому здесь надо верифицировать, что с вами на самом деле происходит. А потом будет понятно, что с этим делать. Тем, как принять какое-то решение, сделать звонок, даже во время медитации, я не могу сделать вдохи и начинать задыхаться. Это психоматическая, да, невроз какой-то связанный. Видите, вы должны кому-то позвонить, есть какая-то ответственность, и это включает просто реагирование на эту ситуацию. Поэтому, когда вы осознаете, с чем это связано, все будет работать. Так, посмотрим. Ой-ой-ой, уже вопросов очень много. Очень много. Так, давайте так, жду год. Во! Давайте сейчас проверим, Надя, если вы есть, тогда вы будете первые. То есть, я старичкам, кто ждет давно, даю приоритет. Так, Надя, сейчас Герман, давайте посмотрим. Да, вы есть, 626, все правильно, где-то примерно там. Сейчас я помечу, что я вас выбрал. Надеюсь, у вас прекрасно все с интернетом и начнем с вас работать. Сегодня вы будете первым героем. Так, пока ожидаем. Надя, что у вас с интернетом? Когда долго в эфир человек не берет систему, значит, скорость интернета слабая. Да, Надя, я поняла. Предупреждаю всех, кто подал заявку и кто просится в эфир, у вас должна быть хорошая скорость интернета. Либо хорошая скорость сотовой, либо лучше Wi-Fi. Желательно от 30 мегабит секунд. Лучше 50, 60, 100 вообще идеально будет. Поэтому, если скорости не хватает, взять будет человека трудно. поэтому подойдите и найди к нормальному сигналу. Пробую вас еще раз здесь. К источнику интернета, чтобы скорость была большая. Можно просто программку для проверки скорости скачать и там все понять, с какой скоростью у вас интернет. И добиваться его высокой скорости, если вдруг не так. Потому что иначе не получится. Сейчас пробую вас еще раз. Не получится, иначе не получится. чтобы другого героя выбирать. Марафон предназначения потом расскажу. Будет в 20-х числах запущен. В течение недели будет отклонила. Ну вот. Будем кого-то сейчас другого искать. В 20-х числах примерно. Так. Сразу предупреждаю, если кто-то будет матом писать, будет удален. я не приветствую эти вещи. Потому что ваш маразм другим приходится читать. Так. Просто слушал и ничего. Слушайте еще. Итак, давайте. Кто у нас год еще ждет? Кто у нас год ждет? В клубе такие же закрытые эфиры, конечно, будут. И старт клуба выводит 6-го числа. и там будет эфир во вторник. Обязательно. Так. Жду год и отклоняет. надежда. Так. Это вы про надежду. Я понял. Ну, отклоняет, потому что скорости не хватает. Не хватает скорости. Так. Давайте, кто у нас еще из старичков посмотрим. Потом, если не будет старичков, будем брать тех, кто недавно. Вся дергай с имитацией, чешусь. Почему? Невроз есть, тревога присутствует. Так. Давайте с одним человеком поработаем, потом про клуб расскажу, что у него особенность, что там вы можете получить. Я, новичок. доча, жду еще. Так. Так. Про условия напомнить. Ну, очень просто. По хэштегу исцелим этот мир вместе находите первый пост. 14 мая 2019 года. Там все написано. Так. В мае. Ну, давай сейчас посмотрим. Кульбетти. Окей. Культуру бьюти. Сейчас глянем, есть ли вы. Культура. Культура. Да, есть. 60-й номер у вас. Давайте возьму. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем Олегович. Я счастлива. Прекрасно. Аллочка. Меня Алла зовут. Слушай, не мать Алла. Мне 41 год. Вот. И замужем я уже 5 лет. И мы с мужем никак не можем зачать детей. Хотя очень хотим. Так. Прошли там обследования всякие разные. В общем, врачи сказали, что все хорошо. Угу. И остается только я смотрю давно ваши эфиры и понимаю, что возможно это уже здесь, где-то в голове. по каким-то причинам я этого не хочу. Возможно, может быть, боюсь какие-то страхи. Алла, скажите, а дети вообще у вас есть, может, от первых отношений? Нет, у меня вообще никогда не было беременности. Не было никогда. А что коллеги говорят, клиникологи? Ну, ничего. Вот в последний визит врач вообще уже говорит, что подумывать об ЭКО. В общем, ну там все эндометрии, все есть, трубы проверяли, все, работа, работают. А партнеры обследовали? Ну, да, делали. Ну, правда, не такую не обширную, как сделали спермограмму. Мужу 33, он молодой, у него все хорошо, спортсмен. То есть, подвижность сперматозоидов хорошая? Да. А он детей хочет? Да, очень хочет. Мне кажется, даже больше в какой-то момент, чем я. Потому что я до замужества, наверное, не хотела детей, об этом никогда не задумывалась. Такой кривист всегда была, а сейчас вот уже чувствую, что готова, хочу, но где-то что-то не так. Ну, давайте разбираться, где и что и не так. наша задача за 15 минут найти то, что не позволяет вам сделать то, чтобы вы стали мамой и в общем открыли для себя новую веху своего развития. Потому что материнство это новая веха, которая вообще меняет в жизни женщины много что. И смысл жизни открывается, который был закрыт до сего момента. зрелость, возраст становится более мудрый, внутренний. Ну, и очень много всего. Итак, давайте поработаем. Представьте, Алла, что вы уже беременны. У вас вырос живот, шестой месяц беременности, ребенок шевелится внутри. Сейчас у меня немного волнение успокоится. Я до этого тоже проходила с вашими героями. У меня всегда было тут. Но сейчас у меня волнение. Сейчас, секунду. Да. Не важно, что было вчера, не важно, что 10 минут назад, важно, что происходит сейчас. Итак, Алла, вы беременны. Шестой месяц. Ребенок пинается, шевелится. Внутри вашего организма есть жизнь. И это уже не скажем. Напряжение такое в животе. Какое напряжение? Есть напряжение в животе. Я как будто ощущаю этот живот большой. Есть такое в виде пульсации. Как здесь стучит, только тут в животе стучит. Насколько вам комфортно в этом состоянии? Мне комфортно, но знаете, такое ощущение, что он как комок в животе. Напряжен? А в целом комфортно. Да. Напряжен. Вот от этого напряжения какие чувства рождаются у вас? Мне кажется, что это страх. Страх за что? Ответственности. Перед кем? Перед ребенком. Ну, давайте мы это ощущение изучим поподробнее. Потому что вот это сжатие, которое вы описали, это не просто напряжение от того, что живот большой. Это несколько иное ощущение. Согласны со мной? И вот мы его возьмем сейчас за основу симптомы и посмотрим, откуда нас приведет. если вы смотрели мои эфиры, работа будет очень простая. Вы концентрируетесь на этом ощущении, которое вас поддавливает. Мы пойдем в ваше прошлое и посмотрим, откуда много растут этого чувства. Итак, скажите себе, мне 30 лет. Есть это ощущение в вашем теле? Или нет? Мне 30 лет. Да. Есть или нет? Да, есть. Мне 20 лет. Да. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Да, внизу тебе. Мне один год. Да. Мне один день я вживотил свою маму, как ощущение. Спокойнее, но есть все равно внизу. Сколько процентов осталось от того, что было? Процентов 40. 40. Чего это чувство? Мамина или папина? Мамина. Мама как зовут? Светлана. Сколько было Свете лет, когда она вас родила? 28. Я мама Света мне 28 лет. Как ощущения? Ощущения еще больше. Я мама Света мне 20. Нарастает. 10 лет. Так же. Петля. Меньше. Один год. Легче. Сколько процентов осталось в этом возрасте? Процентов 20. 20. Я мама Света не один месяц отживатил своей мамы. Как ощущения? Меньше. Меньше. Но еще есть. Еще. Меня мама Светом не один день обживатил своей мамы. Как ощущения? практически нету, но чуть-чуть внизу тянет и все. Сколько процентов осталось? Процентов 5. 5. Это считайте, что уже нет симптома. Теперь вернемся обратно. Скажите себе, мне один месяц что меняется? Я мама Светом не один месяц. Так же. Так же. 5%? Да. 3 месяца. Вроде так же как будто. Так же. 5 месяцев. Я мама Света 5 месяцев. Чуть-чуть нарастает такое как сердцебиение в животе. А в животе как ощущения? Как ощущения в животе? Сдавленности нет. Нет сдавленности. Я мама Света 8 месяцев. Я в животе у своей мамы. так же. Я мама Света не 9 месяцев ездит. Я в животе у мамы. Как ощущения? Так же без изменений. Так же. Я мама Света не один месяц после родов. как ощущения? Так же. без изменений. Так же. Я мама Света не 5 месяцев. 5 лет после родов. Как ощущения? есть. Появляется. Появляется. 3 года. Я мама Света мне 3 года. Ну вот так же как в 5 лет. Не 7, но вот есть. я мама Света мне 1-2 года. Как ощущения? внизу живота есть. Такое ощущение? Так же как и в 5. 1 год теперь снова. Как ощущения? Как будто меньше. Меньше становится. Что происходит в жизни вашей мамы когда ее возраст меняется с 1 года на 2 в этом промежутке? Что связано с усилением этого чувства в животе? Когда ваша мама совсем была маленькой что было в ее семье в бабушке и дедушке? Что повлияло на возникновение этого ощущения и влияет на вашу жизнь? Мне кажется как будто переезд какой-то. Какой переезд и куда? что мама о своем детстве рассказывал вам? Ну она рассказывала что она до 3 лет не ходила. Не ходила? До 3 лет почему? Ну говорила что ползала почему-то не ходила и винила в этом какую-то там типа акушерки которые тогда принимали в деревнях. Мама в деревне родилась да? Угу. И что почему? Что там акушерка могла сделать? Мама до 3 лет не ходила совсем? Ну вот с ее рассказыв что якобы у нее там какой-то глаз был нехороший. Глаз то есть она сглазила вашу маму и она перестала ну как бы у нее задержка была развитие моторного да? Что еще было помимо этого? Как бабушка ваша говорила о вашей маме о том детском периоде когда ваша мама только родилась? Не знаю мне кажется приходит вот что она боится Боится что? Должать? Мама у вас первый ребенок у бабушки? Нет мама пятый ребенок пятый даже ребенок так а первый ребенок ее тоже звали Алла она умерла Так а что умерла в таком возрасте? Ну вроде как от голода но там это война была Мама какого года рождения? Вроде как от 51 51 до нее там кто? брат сестра перед этим? До нее сестра 49 кажется года 49 то есть два года разницы вы бабушка жива ваша? Нет мамы тоже нет мамы тоже нет что с мамой произошло? Рак синхронный что значит синхронный это что такое? Желудок и кишка а то есть в двух органах сразу так бабушку вы застали? Да я в детстве часто у нее была каждое лето и что вот про вашу маму бабушка рассказывала про ее детство как они жили что там было и зачем вас Аллой назвали второй вопрос ну бабушка попросила маму зачем? папа хотел Машей назвать так зачем бабушка попросила маму и мама назвала вас Аллой? ну маму потому что бабушка попросила и уступила зачем бабушка попросила я буду мучиться до тех пор пока мы не найдем права ну давайте предположим вы все это знаете поймите все тайны своего рода вы содержите в своем подсознании все те хитросплетения которые были на тот момент времени да я вам задаю вот такие вопросы они проливают свет на эмоции связанные с деторождением понимаете да то есть вы здоровая женщина но у вас вариант психологического бесплодия по порядка 20-30 процентов женщин которые не могут зачать ребенка мучаются именно им а это всегда связано с эмоциональными запретами то есть когда беременность ассоциируется с чем-то нехорошим вот с чем нехорошим мы пытаемся вместе с вами понять и понятно что это родом из детства вашей мамы я вообще думала что это родом из моих родов потому что мама когда меня родила ее бабушка бросила не поддержала то есть это то что я знаю то что мама рассказывала как она могла бросить смотрите как она могла ее бросить если вас назвали Аллой потому что попросила вашу бабушку что значит бросила потому что огород начался и она уехала к себе в деревню а мама в этом плане да а мама ей нужно было на работу и в общем в итоге мне там полетела карьера и она пошла работать дворником у мамы карьера я почему-то всегда да я почему-то думала что это в этом причине если честно понимаете бабушка никак не связывала ну вот всегда люди так думают что это вот под носом лежит иногда глуже все идет понимаете очень много людей которые ко мне приходили на прием вот они вот такие же факты как вы рассказывали я помню что вот у мамы такая-то штука произошла влияет это влияет конечно но есть еще более ранние есть запускающие конфликты есть программирующие более ранние конфликты которые создают почву для того чтобы потом еще один трэш произошел уже в вашем глубоком детстве и ваше подсознание запомнило что быть аллой это значит быть мертвой понимаете да что дети умирают первые от того что они появились на свет и ваше подсознание говорит вам не надо больше этого ни к чему это все от этого умирают зачем тебе этот опыт понимаете да такой так называемый саботаж происходит избегание того что вы хотите умом хочется тело запрещает подсознание торгает эту перспективу потому что она ассоциирована со смерти ассоциирована с тем что кто-то кому-то не нужен понимаете с чувством брошенности и вот подобные вещи да откладывают очень серьезный отпечаток подсознание и потом манипулируют вашей реальностью и вы не осознаете откуда это идет давайте поработаем с чувствами которые были у вашей бабушки по отношению к вашей маме ну мы будем с маминым образом работать конечно бы классно узнать что там с мамой конкретно было в плане диагноза все таки если она не ходила наверное какой-то доктор ее смотрел ну я даже в деревне предполагаю что тогда хотя бы фельдшеры были и они могли бы определиться ну мама говорила что никак там это все не обследовалось в общем они там жили ну а потом когда мама была взрослой это уже никак не сказывалось на ее опоры в интераппарате она хорошо ходила без всяких проблем нет у нее всегда вот эта сторона как она объясняла по-моему правая всегда как бы вот давала себе знать то бок болит то она чуть-чуть потом когда уже в возрасте была ну прихрамывала на эту ногу и всегда она это связывала именно с этим моментом почему я собственно говоря так и запомнила так ну это понимаете можно напридумывать все что угодно и когда человек верит что вот это было так то он таким образом сам себя программирует чтобы эта проблема существовала тело постоянно у человека обновляется клетки новые восстанавливаются клетки мозга тоже обновляются то есть нервной клетке у человека восстанавливается конечно чуть дольше чем кровь и кожа но они тоже восстанавливаются но это много лет должно пройти Если человек верит, что его там сглазили и это навсегда, то значит эта программа и будет управлять его физическим здоровьем. Окей, давайте, Алла, поработаем с этой историей. Скажите себе, я, мама Света, мне один день оживотила свою маму. Как ощущения? Как вы себя там чувствуете? Спокойно. Спокойно. Представьте, что в этот момент к вам приходит Бог и говорит, дорогая Света, в твоей жизни получится так, что ты будешь очень тяжело рожаться у своей мамы. И мама будет думать о том, что акушерка, которая будет принимать роды, сглазит не ее и тебя. И от этого у тебя будут потом сложности с опородвигательным аппаратом. Ты до трех лет не сможешь ходить, а будешь только ползать. Но все это к любви, к радости и к счастью. Это для того, чтобы ты почувствовал себя абсолютно счастливой, самодостаточной, уверенной себе женщиной, которая в этот самый миг, в момент твоего зачатия, в тебе формируется дар безусловной любви и передастся всем твоим потомкам. Это для того, чтобы у всех твоих потомков все было очень гармонично и счастливо в личной жизни. И если кто-то из них захочет родить ребенка, чтобы это легко и просто получалось. Как ощущения? Спокойно, колики в ладошках прям такие. В ладошке покалывают, да? Такое ощущение. Ну, это не кольки. Кольки в кишечнике бывают, а здесь просто покалывают. Хорошо, Алла, давайте с вами поработаем. Уберем с вас вот эту печать мертвой вашей, так сказать, программы, вашей тети, которая умерла. Итак, скажите себе, Алла, не один день я в животе у своей мамы. Нет. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Алла, в твоей жизни получится так, что когда ты родишься от своей мамы, то бабушка настоит, чтобы тебя назвали Аллой. В честь когда-то умершего первого старшего ребенка от твоей бабушки, то есть твоей тети, которую ты никогда при жизни не будешь видеть. Но все это к любви, к радости и к счастью. Это для того, чтобы даже если тебя и назовут Аллой, то это абсолютно новая ветка, это абсолютно имя, которое будет относиться только к самой тебе. И это для того, чтобы ты ощущала огромную, огромную любовь в этом имени. И это для того, чтобы у тебя легко и просто рождались дети в том количестве, в котором ты захочешь. Это для того, чтобы твоя эффективность поднялась на тысячи процентов и не вызывала бы никакой трудности. Это для того, чтобы беременность, которая у тебя будет, была бы легкой и роды тоже были бы легкими. И ребенок бы первый, второй или третий или сколько ты их захочешь рожать, всегда были бы, чтобы у тебя рождались всегда здоровые дети. Как ощущения? Тепло. Тепло в животе, в груди. Итак, Алла, я снова представляю, в настоящем моменте я беременна, как ощущения? Шестой месяц. Живот большой, ребенок пинается. Ощущаю живот, но давленности не чувствую. Комфортно стало? Спокойно там в животе. Да. Ясно. А вы из какого города? Где живете? Москва. В Москве живете. Что делаете по жизни? В данный момент. Я занимаюсь управлением салонов красоты. Сейчас взяла новый проект по салонам. Нравится вам эта работа? Ну, конкретно вот сейчас не очень. А чего такое? Что не так? Ну, вообще все. Из-за коронавируса? Как-то не знаю. Нет. Ну, сам проект как-то тяжело. Я долго в него... В общем, долго меня туда зазывали. Заманили. И долго... Да. И в итоге вот спустя полгода заманили. Я согласилась. Подумала, что это сама вселенная мне, в общем... Да. дает этот вариант. Вообще я люблю работать с людьми, если честно. Мне очень нравится видеть результат, вдохновлять людей, как это их растить. У меня просто большой уже опыт в формировании команды, развитии. И от этого я получаю такое огромное удовольствие. Да. Именно в сфере салонов, да? Именно в сфере салонов. Ну, у меня именно работа с командой сложилась так, что именно в сфере салонов. То есть в 2012 году я начала с салонами работать. И как-то вот прям плотность команды работала именно в этой сфере. Да. Окей. То есть всех своих сотрудников как детей воспринимаете? Детский сад целый. Они меня как мамочку. Да, да. Детский сад целый. Сублимируйтесь вы в этом. В общем, Алла, иногда надо от этого отдыхать. Вот это безобразие. Под названием ваша работа. Ну, у меня получился перерыв вот полгода. Полгода. И, видимо, поэтому не хотелось. Сопротивлялась. Не хотелось. Вот. Ну, вот еще бы надо отдохнуть. Можете до Нового года ничего делать? Ну, в принципе, могу. Если завтра откажусь. То ничего не произойдет страшного, да? Ну, да. Меня бушечка поддерживает. Прекрасно. Приезжайте куда-нибудь отдохните. Перестаньте заморачиваться по поводу вот сейчас овуляция давай быстрее сексом заниматься. То есть вот этого всего не должно быть вообще. Есть такое. Вот не должно быть. Есть такое, я даже. У всех, у кого сложности, все начинают ловить эти дни, напрягать свою голову, а ее, наоборот, не надо напрягать вообще. И тогда все проще происходит. Отвлечься надо, но не в работе. Потому что работа, она, к сожалению, вас включает вот в эту потребность, быть мамой нереализованной. И вы начинаете перетягивать канат на себя, и от этого возникает у вас стресс, который вырубает гармоничные ощущения себя женщиной. Вы перебираете, вы это точно знаете. И потом это все переживаете внутри. Поэтому надо отдохнуть. Я бы на вашем месте вообще до января месяца не думал о работе. То есть оставил бы ее в покое и отдохнуть, куда-нибудь поехать. Сейчас, конечно, вариантов немного, но тем не менее. Просто сменить обстановку. Заняться может быть чем-то таким новым. Не знаю, там, дома облагородить, спортом каким-то новым заняться. Ну, таким неэкстремальным, там, на велике гонять. Ну, такие вещи. Это я люблю, да. Вот-вот. Без экстрема только, без больших физических нагрузок, марафон бегать не нужно. Ну, в свое удовольствие чем-то можно даже новым позаниматься. Просто, знаете, есть такое выражение свить гнездо, да, отключиться от всего остального, и тогда будет хорошо. Понятная идея. Ясно. Благодарю вас. И тогда все будет проще. Еще есть вопросы? Есть вопросы. Вот вы сказали, что я сублимирую на команду. То есть, значит, это, что мне, в принципе, лучше этим не заниматься? Или это пока не? Нет, пока не заниматься. То есть, этим заниматься вам надо, если у вас хорошо это получается. Но не быть мамашей, мамочкой, да, а быть управляющей. Это две разные вещи. Просто люди работают. Да, это кайф вообще управлять людьми. На самом деле, это кайф. И когда особенно получается. Но делать это надо легко, без включенности в психологические игры. А вам по ушам льют. Понимаете? Приходят и сливают все свое. А вы слушайте, развесив варежку, потому что своих этих переживаний не хватает, как вам кажется. И грузитесь этим. А вам это не нужно. Вот только не сейчас. Поэтому надо выключиться и работать потом, но профессионально. Пришли, вы на работе, вы профессиональный управляющий. Видите, каждую орбиту, KPI, кто что делает. Вы прям чувствуете эти вещи. Но вы не влезаете в личное. Максимум только, когда человека берете на работу. То есть, вы оцениваете, что у него за багажом, что он как профессионал, что его беспокоит, чем он живет. И вообще, по духу он в команду вливается, либо нет. Может быть, ему надо в другое место идти работать. Хороший работник, но в другом месте. Вот только это надо приедет. А дальше, да, оттачивать и вот такую как бы волну позитивного наслаждения давать. Тем более, что если это салон красоты. И вот и все. Ну, не надо вергаться, питаться, вот там то, пятое, десятое и так далее. Вы, конечно, слухи не очень любите, да? Вы не такой человек, не любите в отрицательных эмоциях жить. Но люди на вас вешают свою лапшу. К сожалению. Ясно, да. А вам нравится. К сожалению. А вы поддаетесь. И хочется попереживать им. Вы же такая хорошенькая, как они говорят, да? С ливей пошли. Хочется помочь сразу. Хочется сразу спасать и помогать. Спасать никого не надо. Спасение утопающих делал рук самих утопающих. Вот и все. Вы можете дать грамотный совет. Ну и то, надо понимать, что какое, сколько времени вы на это тратите. Если это слишком много, в основном час на полтора засасывает, то это уже психотерапия, за которую люди должны деньги платить. И это нормально будет. Понятно? Вот так, Алла. Поэтому мы все пусть вам удачи. Легкого вам зачастия. Ну, отключитесь от того, что у вас сейчас происходит. Потому что, ну, это не совсем то, что вам надо. Вам надо гнездышко свивать. То есть, вот в квартире что-нибудь там, перестановку делать. Может, ремонт не какой-то, да? Что-нибудь. Дачу купить. Облагоройтесь, она у вас есть. Вот этим надо заниматься. А не разбазаривать себя, даже, может быть, и профессионально, но то, что вам сейчас противопоказано. Поняла, Артем Олегович. Благодарю. Я счастлива. Знакомствую. Спасибо вам большое. Удачи. Да, счастливого. Пока. До свидания. Все, друзья, идем дальше. Так, включаем комментарии. Я их выключил. Выключил на момент. Давайте, может, павочку вопросов, потом еще героя возьмем. Сколько у нас там? 29 заявок. 31 даже. Ух ты, как много. Так, ну, все, кто хотел, кто у нас уже подключился. Давайте тогда расскажу то, что в ближайшее время будет. Значит, 6 октября стартует клуб. Что такое клуб? Клуб – это три месяца, во время которых раз в неделю вы будете получать лекцию либо от меня, либо от моих коллег, психологов, врачей клиники Нововита, где мы будем освещать различные темы, различные аспекты, связанные с психосоматикой, со здоровьем вообще, и с психологией. Темы в таком виде, чтобы вы могли к себе их тут же применить. Поэтому это такие знания, которые даются в удобном варианте, в удобном виде для освоения. И рассчитаны на самый широкий круг. Плюс к этому раз в неделю будет также конституционный эфир от специалистов, которые читают лекцию. 6 числа я сначала прочитаю лекцию про чакры, потом возьму тех, кто оставил свои заявки в клубе. И вот по традиции я начинаю всегда сезон клуба, и по традиции часто его завершаю, то есть к Новому году там может быть моя еще лекция будет, сейчас пока программа до конца не сформирована, но на первый месяц полтора она уже есть. поэтому в зависимости даже от ваших пожеланий мы можем те или иные темы включить и клуб это всегда живой диалог. Плюс есть отдельный чат, в котором идут живые обсуждения, деление впечатлениями и собственно группа поддержки друг к другу все существует. Некоторые чаты со старых клубов до сих пор существуют, до сих пор там люди общаются, поддерживают друг другу и это очень хорошо. записи конечно же лекции есть и все те кто не вовремя допустим посмотрел, не было такой возможности в прямом эфире присутствовать, потому что все живут в разных часовых поясах, то можно смотреть записи тогда когда вам удобно. И сейчас еще кстати для тех кто хочет получить представление что такое клуб, доступны записи предыдущих сезонов. вы можете купить либо первого, либо второго, либо третьего сезона, либо все вместе и посмотреть. Список тем там тоже можно посмотреть какие в этом сезоне были. Они никогда не повторяются, каждый раз что-нибудь новенькое, поэтому по ссылке шапки аккаунта в моем аккаунте по ссылке по активной в топлинке вы найдете. Всю информацию можете приобрести. Также в октябре я планирую провести марафон по предназначению. Скоро будет анонс и как я обещал первая неделя будет в дар для всех желающих, поэтому нас будет очень много народу. И если вам это зайдет, если вы поймете, что тот алгоритм, который я использую, он вам подходит, а мои тренинги не похожи ни на одни другие, и тем более этот тренинг будет совершенно другой, абсолютно другой. Там будут абсолютно новые медитации. Их будет четыре, как и четыре основных недели. И эта тема будет раскрываться с разных аспектов. Поэтому это такой динамичный марафон. Неделю будет две, а может быть три занятия. Посмотрим, как будет сложиться. И таким образом все, кто мечтал рассказать свое предназначение, понять, что это такое, будут достигать этого эффекта. Ну и те, кто тренинг, чтобы вы разбирались в психосоматике. Если вы кому-то хотите помочь, если вы врач, если вы психолог, либо вы просто хотите углубить свои знания, то тренинг будет в конце ноября в Московском институте психоанализа. После этого в начале декабря будет тренинг психосоматика родовых связей. Ссылка на него есть либо в топлинке сверху в шапке моих аккаунтах, либо на сайте толоконин. Ком. Заходите и уже весь анонс там есть. Вы можете, так сказать, на него уже зарегистрироваться. И после этого тренинга будет тренинг Александры, который посвящен работе с телом, психосоматике, базовый уровень. Базовый уровень. Поэтому сезон обучения стартует с конца ноября, с 21 числа в Москве. Онлайн-трансляция тоже может быть. То есть если вы не можете в Москве оказаться, но очень хотите послушать курс, у вас такая возможность есть. Тогда вы будете в чате и во время трансляции мне за кадром будут сообщать, если какие-то вопросы будут, я на них буду отвечать. Вот в общем-то все отлично. И то же самое обучение психосоматикой родовых связей тоже будет трансляться. И если вы в Москве не можете оказаться, то такая возможность быть участником у вас всегда есть. А еще у меня прошла аллергия на шоколад благодаря медитации прощения. Замечательно. Медитация прощения очень доступный и универсальный инструмент. Просто некоторые попробуют один, два, три раза. Может быть месяц потом бросают. Ничего в жизни не меняется, как они говорят. Которая на Кутузовском. Московский институт психоанализа. И думают, что ничего им помочь не может. То есть люди опять закольцовываются свой привычный мир. А на самом деле, чтобы пошли изменения, требуются систематические усилия. Будет с чатом марафон обязательно. По предназначениям. Давайте следующего героя выбирать. Потом на вопрос еще поотвечаем. Кто у нас с того года? Кто с того года? Проевность. Это все в другом эфире, где мы разбираем проблемы личной жизни. Медитация прощения. Хочется просить прощения, не прощать. Это синдром жертвы у вас работает. Он вами манипулирует. Когда человек себя воспринимает рабом Божиим, и он считает, что он виноват перед всеми, вы закрепляете этот рефлекс. Вы не хозяин своей жизни, не хозяйка своего положения. Поймите это раз навсегда. Когда человек ответственный перед собой, он чувствует себя хозяином своей жизни. Поэтому ему не надо у кого-то вымаливать прощение. На самом деле, не прощение человек носит по отношению к самому себе. Это важно понять. Но когда вы берете за это ответственность, вы не будете ни у кого ничего выпрашивать, вам только надо себя простить. И тогда все останется на своих местах. Если на вас кто-то обижается, это проблема уже этого человека, не вашего. Богу на самом деле все равно, что вы делаете со своей жизнью. На самом деле, он вообще нейтрален. Это люди придумывают, что они там что-то заслуживают. Заслужите вы не прощение, а отрицание, которое внутри себя вы копите. Так, я давно ждал. Давайте проверим. Давай, что-то знакомый. Ник, видимо, как-то пытался вас подключить. Но если вы уже были, тогда я уже чек не беру. Это я предупреждал. Так, дала. Нет, вы не были, да. Давайте беру вас. Все, кому хочется просить, всех приучили. Здрасте. Здрасте. Очень рада, что попала. Дарья. Дарья. Прекрасно, Дарья. В чем вопрос, Даша? Слушайте, у меня в последнее время какой-то надуманный страх аллергии. Страх аллергии, это как он выражается? Ну, что я задохнусь. Не знаю, почему. Вот, начинается, как будто, ком в горле, да, вот, трудно дышать, вот, что-то, ну, такое. Как часто это начинается, Даша? Слушайте, ну, в последнее время, вот, наверное, месяц где-то именно вот прям такое страшное, там, что-то новое, да, вводить какие-то продукты, что может начаться, либо таблетки там какие-то выпить. Читаю, вот, извините, аннотацию, там вот побочные эффекты очень другая. А еще тут закрепилась такая тема, что у дедушки вчера был анафолактический шок. Пошло. Да. Но он просто таблеток, я так поняла, что он какие-то таблетки выпил, которые, ну, видимо, несопоставимы, там, я не знаю. И вот это произошло, и теперь вообще как-то. Но он у вас всегда аллергиком был, или это было открытие для него? Я думаю, что это было открытие. Потому что ему 81 год, и он такой вот, мужчина старой закалки, то есть ни на что не жаловался. И, ну, для меня это вообще было такое. что такое с ним могло вообще произойти. То есть ребенок военного времени он у вас? Ну, да. По многосту прошел. Скажите, дальше, а давно у вас вот этот страх у дужки, или что-то, может быть, еще до этого было? То есть месяц вот это появился? Нет, у меня получается, что появился сначала страх летать. самолеты. Да. То есть у нас в Питере есть ЗСД построили. И там такая ЗСД. Это что такое? Ну, короче, как? То же самое. Так. То есть там такой мост, он очень высокий. И я раньше по нему ездила, но потом я словила паническую атаку и перестала. И теперь я туда боюсь ездить, в общем. То есть у вас сначала были панические атаки, Даша, правильно я понял? Ну, да, вот боязнь, потеря контроля, вот так же вот ощущение кома в горле, руки там потеют, ну, вот это все. Даша, когда с психикой начались проблемы? Как давно? Вот когда первый раз у вас возникли симптомы душевного неблагополучия? Сколько лет прошло? И с чего все началось? Первый раз это было очень давно, когда я наверное, лет 10 назад мне отдавали машину, я должна была, ну, я сдала на права и должна была куда-то ехать. я на самом деле не помню точно, там просто еще была такая ситуация, что я пошла к стоматологу и мне неправильно там что-то сделали, то есть промывали кисту, ну, зуби, и медсестра должна была отсасывать лекарство, которое вводит врач. В общем, они там что-то запутались и, ну, я увидела, что врач испугалась, начала кричать на медсестру и, в общем, я подавилась этим лекарством. Так. Долгое время я потом не могла ну, прийти, типа, в себя в кино. А, это было сейчас так, что все, в общем, наслоилось и первая паническая атака у меня была в кинотеатре. Вот после врача, стоматолога? Да, вот это вот после врача. Через сколько? Через сколько времени прошло, когда вот эта вот история была со стоматологом и паническая атака потом? Ну, это было на неделе где-то. Я вот точно не помню, но это вот все вот в этом вот вкупе вот. Я понял. Я помню, что я прям с сеанса убежала домой, мне было так что-то страшное, я не помню. Даша, а слово паническая атака вы слышали до этого или нет? Нет. Никогда? Первый раз? Ну, я думаю, что да, это я потом начала когда в интернете искать что-то со мной, я тогда, ну, как бы нашла симптомы и подумала, что у меня вот это. Ну, то есть путь до постановки диагноза был очень короткий? Да, ну, через интернет. Ну, я понимаю, интернет иногда людей запутывает, иногда падает своего патруля. Но иногда люди годами, иногда у меня были пациенты, которые пять лет не могли понять, что с ним происходит, ходили по врачам, перепроверяли анализы бесконечные, им казалось, что доктор что-то не так усмотрел, прошло два месяца, делали МРТ и вот такой заколдованный круг. А вы сразу, раз, паническая атака. Ну, да. Сколько вам тогда лет было, Даша? Сколько сейчас, я в институте, но сейчас мне тридцать один. Тридцать один, двадцать один, был, да? Ну, где-то, да. И с тех пор пошло-поехало в паническое состояние, в страх? Ну, как-то оно прошло на какое-то время, вот потом, вот, после рождения ребенка, да, вот я же говорю, начало как раз вот этот вот страх высоты. После рождения. А когда родили ребенка? Четыре года назад. А шесть лет, получается, вот там, через сколько вот этот первый приступ, который у вас прошел, стало легче? Через какое время? А я просто работала с психологом. Так, прекрасно. Вот, у меня оно как-то прошло, и меня больше не беспокоило это. У меня просто там, знаете, был какой, то есть я там чего-то боялась, короче, подавиться или глотать, я не помню уже вот эту тему. Вот. Мы работали с психологом, там еще была неблагополучная у меня в семье история с мамой, ну, с отчимом, в общем. И, в общем, я так понимаю, что это все там наслоилось, и вот с психологом мы разбирались, и, в общем, проблема решилась, и я забыла вот про все это. Жила нормально, училась там. Все. Ну, то есть вы молодец, да, у вас вот такая штука произошла, вы сразу поняли, что за диагноз, и нашли сразу психолога, правильно понял? Да, да, да. И вам полегчало на 5-6 лет примерно, потом вышли замуж, родили, и опять что-то принеслось. Ну, да. После родов именно сразу, После родов. да, после родов мы просто должны были лететь, отдыхать в Сочи, я, то есть, никогда не боялась летать. И просто у меня подруга, которая, она наоборот боялась, то есть куда-то лететь, она говорит, нет, я на поезде. И она говорит, ой, ну, типа, это так страшно, типа, что-то это, я как-то потом проснусь, думаю, реально, не знаю, как-то она переселила свой страх мне, что ли, подумала, такое страшное. Внушила его. Бывает. Есть такое понятие индуцирование, да? Потому что она после этого нормально, она летает, и по два раза вот за лето, и все нормально у нее. То есть, свою проблему скинул на вас, ей стало легче, а ваше нет. Да, я так думаю, что так, да. Ну, так проще думать, а на самом деле, просто у нее свой процесс, а у вас свой, да? Если люди все время думают, что кто-то виноват в том, что у тебя болит, на самом деле, становятся рабами своей ситуации, и до тех пор, пока вы не поймете, что все, что происходит в вашей голове, это все ваша работа, и вы несете ответственность, какая мысль возникает, какое состояние, тогда вы реально становитесь хозяйкой положения, ну, не только вы, а любые, все эти, которые нас слушают, и ситуация начинает исправляться, вы начнете, взяв ответственность, понимать, что для этого надо делать. А когда ты хочешь скинуть ответственность на соседа, психотерапевта, еще на кого-нибудь, на маму, кто-то виноват в том, что у тебя плохо, ничего тотального, глобального происходить не будет. Ты снова и снова будешь спотыкаться на эти трудности до тех пор, пока не начнешь с собой серьезно работать и относиться с ответственностью перед этим. Если к человеку пришли проблемы, значит, он их в состоянии исправить. Этот урок именно ему прилетел, именно ему нужен для становления его личности, для развития его ситуации. А как же справиться? Как справиться? Сейчас я вам мелко помогу, но еще раз говорю, чувство хозяйки положения, это фундамент для того, чтобы стать собой. Так, понятно. Значит, когда вот это последний раз состояние было, когда сейчас задохнусь? Ну, оно не прямо вот задохнусь, а просто чувствует, что ком, да, вот в горле. неприятно. А на самолете когда последний раз летали? Год назад. Ну, вот 7 лет назад. Как леталось? Слушайте, как, я ходила до этого к психологу тоже. В общем, она как-то меня это подбадривала. Ну, нормально, как села в такси до аэропорта, меня отпустило, и спокойно прошел полет, и обратно вернулся. Не знаю, это, не знаю, это как в голове, знаете, какой-то там. Тумблер. Ну, что, типа, вдруг что-то случится, не выйти, никуда не убежать из закрытого пространства. То есть, после очередной работы было легче, правильно? Да. И вы полетели. А потом опять состояние накатило. Ну, а потом, да, видимо, не проработано. Так. Хорошо, Даша, давайте, значит, вспомним, вот, недавний эпизод, когда ваш дедушка получил анафилактический шок, и вы об этом узнали. Как состояние ваше было? Ну, я была в шоке, потому что я вот последнее время, вот где-то месяц боюсь, не знаю, откуда у меня такое. Ну, вот как я боюсь, опишите это состояние. Вот сейчас, анафилактический шок. Вы ешьте какой-то продукт, экзотический фрукт, допустим, да, какой-то. Вы не знаете, как ваше тело на него среагирует. Угу. Ну, что задыхаюсь, и все. Что задохнуть, и это не поможет. Что вы такого, такого, скажем так, необычного, давно не ели, или вообще не ели, оно хочется съесть, но боитесь, что может быть, анафилактический шок, или какая-то реакция серьезная у вас? Да не знаю, на самом деле. Ну, это вот просто, ну, не знаю. Я даже по магазину сейчас хожу, и думаю, взять вот это, а потом думаю, это там столько химозы, еще что-нибудь начнется. Вот, вот для такого. Ну, куда рука тянется, и потом вы чувствуете, что что-то будет не так, и отказываете себе в этом. Ну, сладости, какие-то конфеты. Какие? Какие конфеты? Ну, шоколад. Шоколад какой? Вот хотелось купить, и вдруг вот это страшно стало. Как называется? Да, я даже не, ну, это ко всему так можно, то, что я даже раньше, я чокопай даже, вот эти вот. Хорошо, вот представьте, что, да, химозный вот это вот, там, чокопай, или как, да, вот представьте, да, вот вы сейчас его, вот подходите, вы сейчас в магазине, берете с полки чокопай, и представляете, что вы его скоро распечатаете, после того, как его купите, и будете есть, как ощущения? А я, кстати, сегодня на работе его съела. О, видите, и как нормально прошло. Да. Не танает. Да, подождите. Неудачный пример, да. Ну, от чего сейчас, вот есть страх, от какого продукта, да, что... Ну, от рыбы, например, рыба. Рыба. От какой рыбы, как вам кажется, может быть, это произойдет? Ну, какая-нибудь там экзотическая, но необычная. Ну, форель там, нет? Ну, форель не совсем экзотичная, от рыбы. тоже аллергическая, нет? Форель? Ну, вообще-то нет. Я бы не слышал, что она... Нет, есть люди, у которых на рыбу аллергия, вот есть конкретно, аллергики, у них рыба это вызывает вообще. Есть... Или орехи, орехи, вот, например. Вам кажется, что от орехов у вас будет удушье? Да. От грецких или от миндаля? Вот от миндаля. Я не брала отношения с миндалем, там было какие-то, да, сказали. Да, представьте, что вы купили миндаль и начинаете его грызть. Какое ощущение? Ну, напряженно. Как это напряжение вы чувствуете? Ну, не хочется есть. Ну, страшно как-то. Вот вы откусили, как страшно? Ну, пока не страшно, если откусила, жду, что произойдет. Что дальше? Ну, так, нервы становятся. Где нервы? В каком месте тела? Ну, вот в горле. В горле. Итак, Даша, вот на этот ком сконцентрируйтесь, пожалуйста. Угу. Пойдемте в прошлое, посмотрим, откуда этот ком у вас на самом деле образовал. Скажите себе, мне 30 лет. Есть это ощущение? Мне 30 лет. Да, есть. Мне 20 лет. Да, есть. Мне 10 лет. Ну, вроде нету. Пропало. Полегче, как будто, да. Мне 15 лет. Вот появилось сейчас. Появилось. Мне 13. Нету. 14 лет. Ну, да, да. Появляется? Угу. Что такого 14 лет произошло? Из-за чего это ощущение у вас появилось? Вам 14, и вы это чувствуете? Что происходит в этот момент? Я не помню. Вам 14, и вы это чувствуете? Где в этот момент вы находитесь? И что происходит? Ну, дома скандал у родителей. Так, из-за чего? Но папа, папа что-то выпил лишнего, начал что-то маме говорить. Провоцирует ее. Провоцирует ее. Ну, Ну, словами задевает, она на него. В чем он ее обвиняет или наоборот? На что он деньги? Что-то с деньгами с ним. Что деньги? Ну, он взял деньги отложенные. Так, и что сделал? Пропил, походу, или проиграл. Он игрок был папа? Ну, когда вот эти автоматы появились, так, вот он играл. Долго это продолжалось? Слушайте, ну, вот с 2005 года, я просто не помню, сколько, ну, как долго, но, да, частые конфликты в семье были на этой почве. Частые конфликты? И я помню, что как бы родители, папа-то маму не трогал, она на него постоянно накидывалась. И она его душила, короче. Так, душила. Так, Вот, мне кажется, ну, я тоже вот думаю, что это на этом фоне, что я просто помню, что она себя не контролировала обычно, она могла сильно его придушить, что он прям, ну, синел. Ну, терял, да, ну, типа сознание как будто, ну, это жесть, короче. Ну, понятно, что жесть. Вот, вы знаете, подросток, 14 лет, юные мозги, вы видите, что два родных человека, один напивается, становится сумасшедшим, а вторая с ума сходит, когда все это видит и душит его. Да. Веселая картина? Нет. И что вы в этот момент чувствуете, когда вы видите эту картину? Ну, грустно, плохо. Я, мне жалко и папу, вроде как, я их разнимаю в этот момент. Я боюсь, из-за жизни папы в этот момент. Ну, я из-за мамин тоже переживаю, потому что она как-то у себя. То есть, и папа тоже мог с мамином сделать в этот момент? Нет, он ничего, он безобидный, он просто словами ее задевал, а она не выносила эти, начинала его, короче, нападать. Сейчас, минуточку, наушник выключил. Сейчас, секундочку. Так слышно? Да. О, все, даже лучше. Вы одна у родителей? Нет, у меня еще брат, на 5 лет младше меня. Он влезал в эти драки? Да, он тоже присутствовал при них. Сколько, сколько эти разборки, какой период был, отлились? Ну, долго. Ну, После вот 2006 года? 5 вернее. Ну, где-то 5, наверное, лет. Лет 5? Примерно, да. И у меня еще, знаете, такое вот, как бы, ну, не часто, а вот, когда накатывают, такое, что вот страх вечера. Так. И вот я заметила, вот я сейчас просто, когда анализирую, это же все случалось вечером, когда они приходили, с работы, и вот эти разборки вечером начинались. Мне вот просто страшно, что вечер, как будто вот что-то должно случиться, что-то может случиться вечером. Ну, теперь понятно, что вы до сих пор в этом страхе живете. Да, ну вот, а почему оно активизировалось только вот сейчас? Ну, потому что вы с этим не работали. Во-вторых, второй очень важный момент, вы вышли замуж, сами стали взрослые, и у вас родился ребенок. Поэтому весь сюр, который ассоциированный с семьей, он стал в вашей голове снова прокручиваться. То есть, когда женщина выходит замуж, у них включается программа материнского ощущения себя замужней женщиной. Или иногда бабушкой. Ну, как правило, материнская. Вот как ваша мама чувствовала себя в браке, что у них там было? У вас, казалось бы, драк никаких нет, но вы такое ощущение, что вы этот диафильм до сих пор смотрите. Но поскольку картинка эта не соответствует тому, что происходит, конфликт в теле запускается. И вам некомфортно живется, будучи замужней. Понимаете, о чем я говорю? Да, я понимаю. Несоответствие такое идет. И эта вся тревога у вас бродит внутри, и вы не можете никак понять, что она вам владеет. Хорошо, давайте это отработаем. Итак, Даша, скажите себе, мне один день я взбатил свою маму. Мне один день я взбатил свою маму. Как там ощущения? Да хорошо, вроде спокойно. Представьте, что в этот момент к вам приходит Бог и говорит, дорогая Даша, в твоей жизни получится так, что у твоих родителей будут ужасные отношения. Когда ты будешь подростком, когда тебе будет 14 лет, твой папа будет частенько напиваться, тратить заначки, которые вместе с мамой они будут оставлять, проигрывать их в автоматах, и во время этих разборок по вечерам твоя мама будет душить твоего отца и он несколько раз будет реально задыхаться. И тебе будет страшно в этот момент. Но это все для любви, для радости и для счастья. Это для того, чтобы в этот самый миг в тебе бы открылся дар безусловной любви и ты стал бы получать огромное удовольствие от того, что ты живешь. Это для того, чтобы ты почувствовал себя абсолютно счастливой, самодостаточной и уверенной в себе девочкой, а в будущем женщиной. Это для того, чтобы у тебя были самые комфортные, гармоничные, счастливые семейные взаимоотношения, от которых ты будешь испытывать огромное удовольствие. Это для того, чтобы ты чувствовал свою психику гармоничной, счастливой, заряженной на позитив. Это для того, чтобы ощущение любви просто так и без всяких условий сопровождал тебя на протяжении всей твоей жизни. Как ощущения? Ну, хорошо. Сейчас. Ну, как-то легче, что ли. Так, Даша, мне 14 лет, мама душит папу. Как ощущения? Вечер. Ну, как-то отстраненно вроде. Отстраненно. Так, я захожу в магазин, беру орешки, начинаю их кушать. Как ощущения? Такая страшная. Страшно как? Ну, с улыбкой страшно уже стало. Ну, ешьте дальше. Что происходит? Пока ничего не происходит. Жуйте. Второй орех берете, третий. Как ощущения? Ну, настороженно все равно. Настороженно как? Ну, вот, думаю, есть, не есть. Ну, вот, кушайте. Что дальше происходит? Ничего не происходит. Все нормально. Горло как? Как горло? А, кстати. Нормально. Ну, вы улыбаться стали. Вы только это не заметили. С улыбкой бред человеку не приходишь. Только маниакальное состояние возникает, которое у вас сейчас его нет. Не переживайте. А, хорошо. Ну, я довнушу кое-что, да, чтобы совсем все закрепилось. И потом еще раз проверим. Итак, Даша, скажите себе, мне один день я в животе у своей мамы, мама не знает, что она беременна. Как вы себя там чувствуете? Ты нормально, спокойно. В этот момент представьте, что к вам приходит Бог и говорит, дорогая Даша, в твоей жизни получится так, что однажды, когда тебе будет 20-21 год, ты пойдешь к стоматологу и стоматолог будет ругаться со своими помощницами в тот момент, когда тебе будут промывать зуб. И часть этого лекарства попадет тебе на горло. И тебе будет от этого очень сильно некомфортно. Ты даже испугаешься за то, что у тебя может возникнуть удушие или какое-то отравление, что то, что происходит, это не совсем правильно для тебя и для твоего здоровья. Но все это для любви, для радости и для счастья. Это для того, чтобы когда ты потом захочешь что-нибудь кушать или вдруг ты захочешь подумать, что ты можешь как-то испытать аллергию мощную или у тебя может быть присыпу души. Это для того, чтобы именно в этот момент к тебе бы возникло ощущение полного комфорта о состоянии счастья, радости и полной уверенности в том, что у тебя стопроцентное здоровье. Это для того, чтобы тебе легко давались все твои социальные цели, которые ты себе поставишь. Ты бы зарабатывал денег сколько ты хочешь, ты бы работал там, где ты хочешь. Это для того, чтобы у тебя были самые замечательные взаимоотношения с своей второй половинкой. Как ощущения? Хорошо. Как-то радостно стало. Так. Итак, я прихожу в магазин, беру килограмм орехов и начинаю есть. Ну, не в магазине, а после, чтобы на штраф не попасть или что-нибудь подобное. Как ощущения? Да, нормальные. Я еду по тому мосту, как он у вас там называется, вы сказали. ЦСД. ЦСД, вот это ругательское слово. Я еду по ЦСД. Как ощущения? Да спокойно, кстати. И там раз, коллапс какой-нибудь, пробка раз, и вы на самом середине ЦСД находитесь. Как ощущения? Да вроде пока спокойно. Так. Он не трясется, когда по нему едешь? Нет. Не трясется. Просто высоко как бы. С одной стороны залив видно, а с другой стороны горло. Слушайте, ну красота же. Ну красиво, да. Ну давайте наслаждаться этим. Ну вот, да. Итак, я подхожу к самолету. Я подхожу к самолету. Собираюсь полететь в Нью-Йорк. В каком городе живете? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург и лечу в Нью-Йорк. Длинный перелет будет. Или лучше в Лос-Анджелес. Давайте в Лос-Анджелес. Все, 12 часов лететь. Я в Лос-Анджелес. Как ощущения? Да, нормально. Нормально. А самолет летит 5-6 часов влетает куда-нибудь там в район Гренландии и начинается турбулентность от океана. Земли нет. Аэропорта нигде нет поблизости. Как ощущения? Да, спокойно. Тем более, что я летала в Америку в детстве и все нормально проходило. Ну прекрасно. Турбулентность была. Окей, Даша. Мой дедушка получает анафилактический шок. Как ощущения? Ну как-то все равно вот горло как будто. Горло. Дедушка не погибает, с ним все хорошо. Нет, да, скоро приехал. Да. Ну и как состояние от этого события? Да нормально. Да нормально. Ну ничего, здоровый мужик во время войны родился, все у него будет хорошо. Ну да. Но таких пахать еще можно. В хорошем смысле этого слова. Ну что, Даша, какие еще вопросы остались? Да вроде никаких, пока надо переварить. Ну мы все вам пожелаем удачи, радости и счастья. Все, спасибо большое. Удачи, да, счастливо. Да, до свидания. Все, друзья, идем дальше, включая ваши комментарии. Ну вот понятно, да, подажен, например, что психика человека это как программа в компьютере. Человек загружается какими-то вещами, не понимает откуда ноги растут и к сожалению потом не контролирует свое психическое восприятие. А когда кто-то выходит замуж, женится, включается родовая карма, подсознательные программы, вот это все одно и то же. И начинают манипулировать восприятием реальности бесконтрольно. И вот на этом примере было очень показательно видно как это работает. И когда ты человека погружаешь в то состояние когда этого всего не было и предупреждаешь о том, что это будет, плюс делаешь специальные внушения, все выходит. Поэтому с паническими атаками, с тревогой никакой сложности нет, если человек открыт и готов с этим работать. Если в органике что-то происходит, там тяжелее гораздо. Там гораздо тяжелее. шум в ушах начался пять лет назад во время войны. Надо эту травму отрабатывать. Надо эту травму отрабатывать. Так, ну да, зачем тогда замуж, чтобы так... Это нормальная естественная потребность человека развиваться в семейных взаимоотношениях. Так, вот кого-то не получилось из интернета. Давайте, да, Оксан, что-то такое я помню ваш ник. Давайте проверю. По-моему, да, я вот что-то вспоминаю. G. Сейчас я вас идентифицирую. Так, и проверим, и пойдем дальше. Так, G. Вы исправили ошибку, Теперь интернет будет у вас хороший. Так, да, 893, давайте. Берем Оксану, идем дальше. Ситуация средней, почему грусть. Вот, 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 очень много таких историй. Вспомните ваше детство, все будет понятно. Здравствуйте. получше вроде как-то. Заработала? Заработала. Старайтесь не бегать никуда, чтобы сигнал был устойчивым. Что, Оксан, еще вопрос? Вопросов очень много, основной вопрос, я сижу на антидепрессантах достаточно давно, и сначала отказывалась, то есть мне было плохо, у меня были там головокружения, панические атаки, я отказывалась, думала, что я сама справлюсь, но потом в итоге у меня было ощущение такое жуткое, страшное, что меня как будто какая-то сила изнутри берет и выбрасывает через забор. Там, кстати, достаточно невысоко, даже если упадешь, не разобьешься, если проанализировать. Я прям, у меня было ощущение, что я лечу туда, то есть меня кто-то выбрасывает, неизвестная мне сила, и я лечу туда, и естественно, как бы разбиваюсь. и вот тогда я прям поняла, что это с психикой что-то не в порядке, и я пошла к психиатру, сказала, давайте все что угодно, я готова принимать любые лекарства. Они назначили пароксидин, все, вот я на нем больше года просидела, сейчас я пытаюсь отказаться от него, ну, мы с врачом вместе пытаемся снизить дозу, но даже пока я его принимала, все равно это ощущение до конца не проходило. Вот, то есть где-то как-то коленки там трясутся, что-то подкашивается, когда там подходила к этому забору, все равно какое-то ощущение было, что я подкажу регулярно. Это вот какой-то один только забор, где вам так плохо было, а с другим забором все нормально? Нет, на самом деле появился этот страх высоты везде, и в принципе стало плохо, как я соотносила, когда я, допустим, не досыпала. Ну, у меня три года назад появился ребенок, и у меня получилось, что я и всю дременность очень тяжело ходила, я практически не спала, потому что я очень сильно переживала за то, как я его вынажу, там врачи еще запугивали. Ну, там, слава богу, ребенок родился, все хорошо, но у меня стресс накапливался, у меня не было времени поспать, и у меня не было тех, кто мне бы помог рядом. То есть, муж рядом есть, и он вроде как пытался помочь, но мне этого не хватало, то есть, мне не хватало именно сна. И такое ощущение было, что организм просто, ну, истощен категорически. А почему вы не спали, Оксана? Ну, вот вы берегенны, что суетиться, спи да спи. Казалось бы, я не знаю, я не могла спать, то есть, ну, и иногда, конечно, да, когда я там попадала в больницу, были когда проблемы с угрозой выкидыша, вот, тогда переживала из-за этого. А так, не знаю, даже, даже, когда ничего не болело, то есть, у вас тревожность была, правильно, да, всю беременность? Да. Поводы какие-то были, там, угроза, может быть, была, гипертонус, может быть, был, да? У меня, на самом деле, вот, я бы не сказала, что прям плохо протекала беременность. Один раз была угроза выкидыша, но все время было, были боли в животе. То есть, это даже не был гипертонус. Но были какие-то странные боли в животе и боли в голове. Но боли в голове у меня выяснилось уже потом, после родов, потому что сразу врачи не могли понять, что у меня была опухоль в голове. Какая? Я уже после, что? Да. Менингиома. То есть, она доброкачественная, но она, видимо, давила на мозг и, видимо, во время беременности начала больше расти. Не знаю, потому что раньше я ее не чувствовала. И что дальше? Вы удалили ее? Да, уже сейчас удалила все. Но там тоже стрессов поднакопилось, потому что, чтобы ее удалить за этот период времени, я вместо обычной хирургической операции хотела сделать кибернож, чтобы не вторгаться, как говорится, в голову, не взлавливать черепную коробку. Я пошла на этот кибернож, сделала его, и у меня вместо того, чтобы она замерзнуть, опухоль, как мне обещали, что она перестанет расти, в общем, она отекла как будто, то есть она опухла, увеличилась размером, вокруг нее появились еще какие-то жидкости, и это вызвало эпилетические атаки. Все вместе, всего подряд хватило. То есть эти припадки были у вас? Один раз только был припадок, что я... Ну, то есть до этого у меня парализовало левую руку и ногу, с правой стороны. После гибер... Нож сделали, и потом паралич наступил. Да, после вот этого киберножа у меня эпилепсия была... Ну, то есть как... Отнималась левая половина тела, но потом приходила в себя, и она была слабее, чем раньше, но постепенно, с каждым разом все хуже. И врачи говорили, ну, что нужно вот эти... Отек убрать, да, то есть обращайтесь к тем, у кого вы делали вот эту операцию. А так все сложилось, что я звонила врачу, он мне не отвечал, а время идет, а мне все хуже. И в итоге у меня случился очередной приступ, когда я выключилась полностью. То есть у меня рука-нога начали сами по себе двигаться. Ну, в фильме ужасов даже не опишешь, как это страшно. Вот. Сами по себе начали двигаться, и я, естественно, испугалась еще больше, потому что я не понимала, как это остановить. И все, и потом я выключилась. С тех пор, вот у меня в больнице на скорой, слава богу, муж был дома в этот момент, он все это видел, вызвал скорую, и вот меня в больницу положили, я, получается, сколько... Простите, что-то... Слезы накатываются. Все нормально. Все нормально. Не надо себя держать, выпускаете. Что там было? Я просто полтора месяца пролежала в больнице. Так. За 250 километров от дома. Угу. Я не видела ребенка, и мне каждый день мне было, ну, прям плохо. Я не столько боялась за свою жизнь, сколько за то, что у меня ребенок останется без матери. То есть, получается, ну, как-то все вокруг ребенка завязывалось. Я говорю, не этой опухоли, не боялась ничего. Я как-то спокойно отношусь к тому, что однажды там можно умереть, там, кто раньше, кто позже, не суть важно. Я именно боялась за ребенка, потому что я и древненность переживала, почему-то за то, что я его потеряю. Чтобы там не происходило, все вокруг этого крутилось. Однажды потом... Прямо перед... Ну, меня долго держали, потому что там в очередь ставят на операцию, и мне вот пришлось полтора месяца фактически считать. Ну, до операции месяца, две недели, да, и потом еще две недели после. И что еще было из всего, да, что каждый день вот это в голове крутится, я не знаю, как он там, да, то есть я понимаю, что он с папой, с бабушкой, они там по очереди за ним смотрят, но он еще маленький, и мне как бы... Сколько он был тогда ребенку? Так, ему тогда было, получается, полтора года. Полтора года. Так. Чуть больше, нет, подождите, да, чуть больше. Чуть больше, чем полтора. Сколько там? Так, сделали операцию, и все, ну, все это прошло? Ну, операцию сделали, да, потом постепенно я начала восстанавливаться. Ну, у меня была парализована левая половина, да, чтобы понимать, то есть до операции, а потом после операции начали делать физиотерапию, то есть все эти упражнения мне начали давать, чтобы я начала восстанавливаться. Причем врачи сказали, что я очень быстро восстанавливаюсь, на удивление, что хорошо. Вот, и сейчас, ну, я чувствую все равно, конечно, разницу между левой и правой половиной, но в целом я чувствую себя достаточно хорошо. Единственное, что вот это вот как раз после выписки из больницы, ну, чувствовала я себя депрессивно, я это понимаю, что это была депрессия, иногда даже посещали мысли, даже после операции казалось, да, уже все хорошо, скоро встречусь с сыном, а появлялись какие-то страшные мысли, там, ну, вообще, что за жизнь меня ждет, если я не восстановлюсь, и поэтому я, возможно, активнее еще занималась и еще этим больше себя надрывала, ну, чтобы активнее заниматься, чтобы быстрее восстановиться, а в итоге сил не хватало, потому что, ну, там же куча таблеток мне еще прописали, естественно, и вот как раз, когда я выписалась, то есть там все было более или менее нормально, но когда меня выписали из больницы, буквально пару дней, дома же не отдохнешь, получается, я приехала домой не отдыхать и восстанавливаться, а на меня свалилась подомашняя работа впахивать, да, то есть после операции у меня не было возможности опять-таки восстановиться, и я, все буквально пару дней прошло, и у меня вот случился вот этот вот приступ, когда мне казалось, что меня выбрасывают за забор, я побежала к психиатру, потому что я подумала, что это, ну, психушка меня ждет, вот, ну, вот с этими таблетками потихоньку, помаленьку я начала чуть-чуть лучше себя чувствовать, но сама себе сказала, себе и всем окружающим сказала, мне все равно, у меня будет грязный дом, у меня будет гора грязной посуды, но я буду спать, когда я хочу. Наконец-то, так, да, то есть я сама фактически дошла до этого, что мне нужен сон, мне нужно хорошо поесть, хорошо поспать и восстановиться, иначе, ну, какая мама у ребенка будет, никакой, я сама себя и доведусь. Сумасшедшая мама будет. Сумасшедшая будет, вот, и все, сейчас вот начала восстанавливаться, начала потихонечку спортом заниматься, ну, как спортом, я раньше бегала, была в хорошей форме, была струйная и красивая, вот, потом начала, думаю, хотя бы ходить потихонечку, не бегать, конечно, но хотя бы ходить, и у меня там сил не было, все равно, видимо, нагрузка на сердце, и на голову. А вопрос, скажите, вот это все с беременностью началось, до нее все было хорошо в жизни? Ну, нет, у меня много было проблем в жизни, психологические в том числе. Ну, вот так, чтобы совсем, вот забор на вас прыгал, да, вот, когда вот все началось? Нет, ну, чтобы забор прыгал, нет, такого не было, это было первый раз. А до беременности как вы себя чувствовали? Хорошо, я как раз, получается, фактически только-только вышла замуж, все светло, и замечательно, уехала жить на Сардинию, поменяла Сибирь на Сардинию. Вы на Сардинии сейчас? Полный восторг. Я на Сардинии, да. И у вас там плохой интернет был, да? У нас тут, да, я думаю, я, кстати, ничего не менялась интернетом, видимо, в тот день был ветер сильный, и у нас, когда сильный ветер, он не принимает. Ну, острый уже, да? Ну, Плохо работает. Ну, вот. И все, и тогда я вышла замуж, получается, мне все нравилось, мне вообще показалось, что я попала в рай, и сбылись мои мечты, я еще до этого несколько лет прям представляла себе, визуализировала, что у меня дом возле моря, потом представила, что немножко подальше, ну, примерно так и получилось, что дом чуть-чуть подальше от моря, чтобы не затопило. Какой город-то рядом? Сан-Теодора. Сан-Теодора. Это север, юг, Сардиньи? Это, так, восток. Восток. Ну, ближе к северу, скажем так, северо-восток. Хорошо, он муж итальянца или нет? Да, Сард. Как у вас с ним общение? Ну, в целом, все хорошо, он, конечно, со своим характером, он такой у меня, как сказать, ну, грубоватый немножко, то есть он добрый человек, но может что-нибудь ляпнуть грубое, иногда меня это обижает, но я понимаю, что это мое восприятие, то есть это не... Хорошо, Оксана, сколько лет вам сейчас? 39. 39 лет. То есть получается сейчас ребенку сколько? Три года, да? Три года. Три года. То есть плюс четыре, то есть в 35 где-то все началось? В беременности. В 36. В 36. у меня, вот, слушайте, у меня же получается очень давно были проблемы с гинекологией, всю мою жизнь, у меня в 16 лет обнаружили кисту, потом, потом миома, в общем, у меня было очень много операций по гинекологии, у меня ребенок, я думаю, почему я переживала, и вообще всегда, даже во время беременности, что пойдет все хорошо, потому что мне врачи сказали, что я не забеременею, то есть у меня там все было настолько плохо, что после всех операций они мне сказали, что шансов нет, но я молилась, я верующий человек, как бы я молилась, просила, и мне даже был знак, что я сверну за беременею, и реально так и получилось, что после этого знака, через пару дней, это случилось. Вот это, вот ваш опыт сейчас слушают все те, кто не может забеременеть, и думают, что не получится, даже если врачи наводят порчу, внушают, что это не получится, вот так вот показываете, да, у меня будет, так было, да? У меня так и получилось, потому что я верила, я хотела, я всю жизнь хотела стать мамой. Я к тому, что сейчас многие люди к вашему опыту присоединились, и понимаете, что опускать руки, или вот думать о том, что ничего не получится, не нужно, пока человек живет. Всем искренне желают. Да, он может это дело поменять, но другое дело, что ваша борьба, она не прошла, как говорится, вот незамеченной, для вашего психического здоровья, оно вылезло в другом месте. Мы сейчас все это разберем, по пункту дойдем до этого дела. Да, да, как вот вы дошли до этой жизни, как вы себе опухоль нарастили, и как теперь вас забор пугает. Итак, Итак, Аксан, представим, вы подходите к забору, как ощущения? Сейчас подхожу, или тогда, когда это случилось? Давайте сейчас. Вот к вашему любимому забору, да? Вот к нему подходите, как ощущения? Нормально. Нет никакого дискомфорта? Ну, меня в целом немножко трещут, но нет забора. Я просто вам рассказывала, я как бы разволновалась. Ну, есть просто воспоминания о том, что вот мне было... Ну, вот вы подходите к нему, и как сейчас? Ну, страха, что упаду, нету, ничего такого нет, нормально. То есть комфортно? Да. Абсолютно. А что сейчас не вызывает дискомфорт в текущем периоде жизни? Что вызывает? Да, да, да. Что еще осталось в состоянии? Ну, не знаю, вот усталость у меня все равно осталась. Я сплю очень много, то есть я не могу восстановиться. Не быстро теперь не можете? Я не могу, да, то есть я сплю больше, чем мой ребенок. У меня в итоге ребенок играет без мамы, потому что он играет, пока я сплю. Потому что он уже побольше стал, ему дневной сон тоже не нужен, оказывается. Я сплю больше, чем он. Я поэтому еще попросила убрать таблетки. Давайте поработаем с конфликтом. Итак, Оксана, вспомните себя беременной. То есть там три года назад вы беременны там на шестом-седьмом месяце с вашим животом. Подходите к забору к своему. Как ощущения? Нормально. Нормально. Наступает вечер, вы беременны. Три года назад ложитесь на кровать. Как ощущения? Так. Что тянет, болит, некомфортно. Да. Спится? Нет. Что в голову лезет? Что что-нибудь случится? С кем? С ребенком. Как я это чувствую в своем теле, эту мысль? Напряжение. Где? Напряжение в животе. Напряжение в голове. Где больше? В голове или в животе? В животе. В животе. Итак, сконцентрируйтесь на этом ощущении в животе. И можете голову тоже иметь в виду. Пойдем в прошлое и посмотрим, когда это образовало. Скажи себе, мне 30 лет. Есть это ощущение? Мне 30 лет. Да. Но в животе какой-то дискомфорт, да. Остается. Мне 20 лет. Мне 20 лет. Есть дискомфорт в животе. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Да. Мне 5 лет. Есть дискомфорт? Мне 5 лет. Мне 5 лет. Да. Мне 1 год. Мне 1 год. Меньше. На сколько процентов? На сколько процентов меньше? Ой, на много. Прямо как будто не так много. Не знаю. Процентов 30 осталось. Осталось. Мне 1 месяц, я в животе у мамы. Как ощущение? Мне 1 месяц, я в животе у мамы. Вот с животом все хорошо, в груди какая-то тревога появилась. Другая совершенно. Ну, отпустила, да, живот? Живот, да. 6 месяц беременности. 6 месяц? 6 месяц беременности в животе у мамы. Как ощущения? Есть ощущения в животе. Появилось. 3 месяц беременности. 3 месяц беременности. Как ощущения? Есть ощущения? Второй месяц. Есть. Снова 1 месяц беременности. Как ощущения? 1 месяц нет. Нет. То есть, в 1 месяц нормально, а во второй появляется. Что такого произошло во втором месяце беременности, когда вы в животе у мамы? Я не знаю. Что я вспоминаю в этот момент? Мне 2 месяца, я в животе у мамы, и что-то связано с этим ощущением, которое рождается в моем животе, происходит в этот момент. Что я вижу? Что я чувствую? Без понятия. Мне 2 месяца, я в животе у мамы, и что-то в этот момент происходит, связанное с этим ощущением. Ну, я... Слушайте, сейчас пришло в голову, и это не ощущение, это воспоминание. Я помню, что мама говорила, что она хотела сделать аборт. Что она когда узнала, что беременно старым ребенком, они хотели сделать аборт, потому что думали, что не потянут двоих. Я вторая дочь в семье. Не потянут. Ну, вот, может, это, я не знаю. Да. И еще что? Ну, они когда об этом узнали? Мама, когда поняли, что... А, не знаю. Это очень важно. Какая разница между первой и второй дочерью? Год и семь. Год и семь. Год и семь. Разница. То есть, получается, мама вами забеременела, ей было тогда... Угу. То есть, получается, год и семь, девять месяцев. То есть, было десять месяцев где-то, да? Вашей системе. Ну, наверное, да, так получается. Месяцев десять. Мама кормила грудью? Да. Да. Она кормила грудью мою сестру и еще мою двоюродную сестру, потому что у нее мама умерла, и вот она кормила грудью двоих. Ну, круто. Это, да. Скорее всего, ваша мама не сразу поняла, что она беременна. Возможно. Ну, это же логично. Когда женщина кормит грудью, у нее не всегда сразу восстанавливается цикл. Порой даже его и год и больше не может и не быть, если она кормит все это время грудью. Поэтому, когда месяцев нет и нет, она может и не понимать, что беременность наступила. Таких историй полно в моей практике. Поэтому обычная женщина, когда берет, она на первом месяце понимает, что что-то поменялось, да? А тут на втором. Понимаете, включилось это ощущение. Поняла, да. Нелегкое положение, да? Мама кормит двоих детей, а второй ребенок от того, что там, так сказать, женщина погибла, и она тоже берет на себя это ответственность. И тут еще прилетает третья душа, и что с ней делать? И куча страхов возникает с беременностью. Возможно, да. Я помню, что мама говорила, что именно вот это они думали, что мы просто не потянем еще одного ребенка, потому что финансово не очень хорошо жили. Мы просто не потянем. ее заставила моя бабушка, ее мама, заставила оставить меня в живых, потому что сказала, ничего страшного. Я семерых вырастила, а вы что, двоих не едут? Ну, если что, то поможем семья большая. То есть двоих это не так уж и много, да? Ну, по сравнению с семью, конечно, так, начальный уровень. Да. Да. Ну, тем не менее, мы не знаем до конца. Вот меня оставили. Окей, давайте с этим поработаем, потом проверим, к чему это привело. Итак, корейте себе. Давайте. Оксана, мне один день, я взживотил своей мамой. Мне один день, я взживотил своей мамой. Как там ощущения? Хорошо. Ну, в этот момент, представьте, что приходит к вам Бог и говорит, дорогая Оксана, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что она такой беременна, она будет думать о том, чтобы сделать аборт. Но твоя бабушка настоит на том, чтобы тебе оставили жизнь. Потому что твоей маме будет очень тяжело. Но все это к любви, к радости и к счастью. Это для того, чтобы ты себя почувствовал абсолютно счастливой, самодостаточной и уверенной в себе женщиной в будущем. Это для того, чтобы у тебя в будущем легко и просто протекала беременность, и ты бы рожала, зачинала бы и рожала детей сколько захочешь, получая от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы у тебя на душе всегда был комфорт, состояние любви и счастья. Это для того, чтобы дар, безусловно, любви, который откроется у тебя в момент того, когда мама поймет, что она беременна тобой и будет управлять твоим мироощущением всю твою жизнь. Доставляет тебе огромное удовольствие. Как ощущения? Ой, простите. Что? Нормально все? Ну, вот от таких вот эмоций опухоли в голове появляются. Понимаете, да? И потом сумасшедший возникает, когда забор падает. Точно. Вот это... Я же не знала, что я это храню в душе. Ну, вы не знали, подсознание знает. Ткнули в больную мозоль, а она и вылетела сразу. Гнанечок такой с душой не слабенький. Давайте, давайте, выбрасывайте, дышите в луке. Не надо это держать. Пусть выйдет. Ну, мне просто неудобно. Люди смотрят. Ну, что? У них вот таких же полно граников. Знаете, сколько сидит в этом мире? Такие же все травмированы. Дети 70-х, 80-х годов, да, 60-х. Все травмированы на голову половину. У каждого свои глюки были. И многие это прячут внутрь себя. Это же стыдно. Да, меня же не хотели, я не хочу об этом думать. Но все об этом чувствуют. И потом кукушка едет, когда свои дети появляются. И это связано именно с этим. С тем, что программа актуализируется, когда женщина входит в роль мамы, и она становится беременной. И все, что было ассоциировано с беременностью в подсознании, все становится актуальным. Так же, как и позитивные наработки. Если бы, допустим, ваши предки были бы моряками, то у вас бы на море тянуло, и вы бы чувствовали себя там хорошо. Понимаете? То есть, позитивные родовые наработки. тубыния растянет. Ну, я вот так не зря этот пример привел, то, что у вас почему насторгене подтащило. Море охоты. Значит, хочется видеть ту привычную картинку, которая у предков тоже была. Может быть, мореплавитель. Понимаете? Это все не просто так. И так же передаются негативные паттерны. И ложатся до тех пор в подсознание, пока они не отработаются. И тело пытается это соматизировать в виде опухолей, вот этих вот состояния неадекватных. Понимаете, да? И поэтому вы не спите. Вам все время кажется, что сейчас аборт сделают. Понимаете, о чем мы говорим? Да. Все, вот у меня сейчас вакуум-экстрактор на меня заносится всю свою жизнь. И как только я начинаю засыпаться, сразу сейчас меня абортируют. И поэтому сна нет качественного. И когда вы даже приняли решение спать, все равно этот конфликт сидел внутри и вам не шел расслабиться. Понятно, Аксан? Понятно. Как самочувствие сейчас? Ну, вздохнула. Проревелась, вздохнула. Так. Вспомним прошлое. Я беременна. Я беременна. Да, да, да. Ну, ваша беременность. Как ощущения? Да, да, да. Шестой месяц, седьмой. Животик большой? Животик большой и я счастлива. Так, как оно чувствуется в животном? Ну, это что ощущение счастья тоже было. Я помню. Оно как бы пряталось с дискомфортом, но я помню, что я была счастлива, что я беременна. Ну так, наполовину. Счастливая. А теперь тотально? А теперь тотально, да. Ну, потому что мешало то ощущение боли и страха, а сейчас помню, что была счастлива, да. Это было очень комфортно. Как сейчас? Классно. Классно. Так, подойдите еще раз к забору, я к забору подхожу. Когда беременная или просто? Ну, давайте беременной подхожу к забору. Все хорошо. На месте стоит сюда? Да, да, да. Я, в принципе, никогда не боялась высоты. Я не знаю, почему у меня это случилось. Ну, страх высоты появляется у человека по двум причинам. Но одна из самых частых, когда я маленький и что-то со мной делают, и я вот эти диспропорции ощущаю не очень. Либо конкретный испуг, связанный уже с высотой, когда меня толкают или мне угрожает что-то или какие-то вещи с этим связаны. Но, в принципе, человек, который ходит по земле, он не привык, ну, если он только невысотный рабочий какой-то, воспринимать разницу. Поэтому люди, которые выходят на балкон с 10-го или 15-го этажа или с 40-го, смотрят вниз, их тянет туда. Им кажется, что у них страх высоты. На самом деле нет. Мозг привыкает ровновешивать положение тела относительно горизонта всегда. И поэтому, когда он видит, что у вас под ногами ничего нет, он вас туда тянет, чтобы поставить вас на землю. Чисто такой оптический момент срабатывает в памяти вестибулярного аппарата, чтобы у вас было равновесие. Ну, так наше восприятие работает. Интересно, да. Слушайте, я сейчас вспомнила, тоже много полотенца у меня, история жизни тяжелой. Может быть, вот это связано, просто, когда мы были, не знаю, сколько мне лет было, 15-16, может, лет были, дни рождения у моей подружки, и парни, там один парень, я же не помню, как его зовут уже, он взял меня на руки и как бы вывесил на руках на своих, за балкон, и я помню, что я просто, это был девятый этаж. Что? Это был девятый этаж, девятиэтажки, и я испугалась, я прямо увидела, как мой, как я разбилась вот там. Представила себе за эту секунду. Да, мне стало тогда так страшно. Я даже, я ничего сказать не могла, и я просто, просто, ну, я остепенела, я просто ждала, что он меня вернет обратно. Так, а он меня не возвращал? Он вернул. Вернул. Не, не, он вернул, он подержал какое-то время, потом, слава богу, вернул, и я от него подальше, думаю, там, вот такие ситуации человеку всегда приходят как намек на то, что у него есть психотравма, то есть просто так женщины не насилуют, не издеваются над ними, и они не ввергаются в какие-то такие ситуации, и когда мозг, он просто закрепляет этот стресс. Важно было найти первую травму, важно было, да, последующие тоже вы начинаете вдруг вспоминать. эфира, люди сами вспоминают, вот у меня была травма, после этого заболел. Мы начинаем работать и идем еще глубже. Понимаете, да, почему? Потому что человек себе рационально попытался объяснить, он в чем-то прав, но не на сто процентов. А важно найти самый первый крючок, самую первую программу, которая вот эту вот инерцию, вот это восприятие так задала. И когда мы первую разбираем, остальные начинают всыпаться просто-напросто, и вдруг человек вспоминает еще какие-то истории. Понимаете, это отработка просто пошла первичного человека, который сдерживал это все. И поэтому сейчас легко об этом рассказывать, и проговорили, и стало легче. И даже если сейчас себе представить, что вот этот чувак вас держит над балконом, это девятый этаж, да? Как там ощущение? Да, это был девятый этаж. Как там ощущение сейчас? Не, ну сейчас страха нет. Ну, понимаете, уже легче это все воспринимается. Ну, просто вот подержал меня товарищ, там, поигрался в эту историю. То есть нет этого включенности. Если бы мы вспомнили это до этого момента, вы бы рассказывали это со страхом. Понимаете, о чем мы говорим? А когда основу страха убираешь, то над вами вот силы вселенной под названием родители, да, которые мама, мама, Бог для меня в этот момент думает о том, чтобы меня убить, и я это чувствую, то тогда я не управляю всей вот этой огромной вселенной вокруг меня. я никто. Даже возродить не могу. Ничего не могу сказать. Послать не могу, да, там еще что-то. Не могу. Нет аргументов, нет коммуникаций. Но я это чувствую, чувствую угрозу от того, что мама может меня убить. И вот это осаждается вот здесь, и потом, когда я становлюсь мамой, я эту угрозу также начинаю чувствовать, потому что я вхожу в эту же роль. Меняюсь местами, но контекст ситуации опять всплывает, и вторичный признак, он появляется, страх, связанный с сырованным состоянием беременности. И приключения начинаются с психикой, с телом в разных вариациях. Очень типичная ситуация для женщин, потому что 30% женской шизофрении начинается после родов. Ну, к сожалению, это статистика, я как психиатра говорю. Сначала постродовая депрессия, а потом приехали. Но все это связано с унаследованными стрессами. Понятно, да? То есть сейчас есть шанс, что все пройдет? Да вроде как прошло уже все. Ну, хорошо. То есть то, что я боюсь сейчас за ребенка, я всегда за него боюсь, мне всегда кажется, что он опасный. Давайте поработаем с этим. Вот ребенок рядом. Как зовут? Рядом. Да, как его зовут? Лоренцо. Лоренцо. Вышла во двор, Лоренцо не вижу. Как ощущение? Как ощущение? Буквально вчера это произошло. Прекрасно. Сейчас со смехом. Давайте как будто сейчас. Вышла во двор. Лоренцо не вижу. Кричу ему по-русски, по-итальянски, он не понимает. Тревога. Не откликается. Не откликается. Какая тревога? Где она? На лише чем? В груди. Я ведь даже взяла себя в грудь. И как там? Ну, тревожащая. Что дальше? Что дальше? Иду искать. Нет ощущения, что сейчас у меня голова взорвется, да, или его точно изнасилуют и убьют? Таких мыслей же нет? Нет, нет. Нормальная реакция нормальной здоровой женщины. Когда не находят ребенка на месте, она идет его искать. Ну, логично. Неадекватная реакция была бы в ту сторону. Да пошел он. Да, если он пропал, все, пусть живет не хочет. Ну, согласитесь. Наверное, бывает, кто-то это думает. Не, ну, бывает, конечно, такое. Вот, ну, это совсем вот когда такие паранормальные реакции, да, возникают у человека. Ну, вот. Либо, наоборот, гипертревожно исключается, что точно его изнасиловали, и скоро по почте его прах придет. Вот, когда вот такие мысли возникают, значит, проблем еще хватает. У меня не такие, но как бы, вот сейчас не было, когда вы меня спросили, а вообще, да, у меня там такая фантазия развивается, я тебе дам. Вот буквально еще вчера у меня как раз он сбежал из дома, я не могла его нигде найти. Вчера? Прорыдалась. Да. Я понимаю, вчера, что было вчера, это было вчера. Это уже ничего. Сейчас нету, да, уже не то ощущение. Потому что основа, которая порождала эти страхи, и она больше отсутствует в вашем подсознании, ваш мозг это осознал. Больше нет тайн, которые бы держали вас в околах, и для вас вообще все понятно как божий день. Здорово. И не надо было препараты столько кучу пить. Ни к чему это все. Все делается изобретение. Я раньше поняла, почему. Что делать? Хорошо. Мы желаем всем вам удачи. Спасибо большое. Как у вас ситуация с коронавирусом, кстати, на Сардинии? Вы знаете, я стараюсь не смотреть плохие новости. Нет, ну, в принципе, магазины работают, туристы есть? Магазины работают, детские сады, школы работают, все в режиме, там, в масках, все одноразовое, все одноразовое, количество вируса увеличивается, но кто как относится, скажем. Это понятно. Туристы есть в Тарасе? Туристы, да, у нас было полно туристов в этом году. А сейчас? Сезон закончился? Нет, сейчас уже все, уже подождались. Ну, плюс 25 где-то. Ну, это холодно для Сардинии. Ну, как сказать, для Москвы нормально? Я знаю, да. Мне после Сибири тоже 25 как бы тепло, но вообще здесь считается, что холодно, люди даже не выходят на море. Я-то одеваю кофточку сверху и вперед. А местные боятся, для них 25 это уже прям холодно. Ну, понятно. Ну, хорошо. Ну, всем, Максов, вам пожелаем удачи, успехов. Спасибо большое. Всего хорошего, не болейте. Я можно от себя пожелаю всем, кто действительно желает детей и вдруг у них какие-то диагнозы. Да. Я просто на своем опыте знаю, что случаются чудеса. Мне так врач и сказал, с вами случилось чудо. Да. Вот. Я прям всем желаю, чтобы это случилось. Кто желает, кто хочет, все искренне. То есть я к чему, что... Да, это точно. Ну, все, удачи вам. Спасибо вам большое. Да, благодарю. Удачи. До свидания. Спасибо.